Вот это вот я называю черпом по догадательству. Дикая страстная технология по уничтожению тех же самых груш. Не ведай, что творят. Но ему столько про это говорили. Столько говорили. Столько говорили. И все, главное, осенью. Как же это самое? Не ведут, что творят. И главное, я понять не могу. У меня тысячи фотографий. Я их даже еще половину вам не показал. Я ничего понять не могу. Где твои фотографии? Где вот это вот? Чему ты людей учишь? Ты покажи, что из этого получилось, в конце концов. Осенью обрезал. Ну вот же, смотрите, видите, следы обрезки. Это все вымерзнет. Мороз пойдет сюда, и все эти короткие, а он не только укорачивает, делает будущую крону. Это все вымерзнет. Я устал, я не могу дальше. А, мое отношение к волчкам. Обязательно беречь. На третий год с груши волчки будут покрыты так грушами, что вы будете, как я, ходить и пинать, и говорить, господи, да не могу я вот так, ну не могу я вот так вот делать. Не могу. На рынке. Это что? Это Олюнь Тотарова? Тотарова, высочайший профессионал. Савинич этой посылой торгует, там место у нее в этом самом. Это что? Ее место? Это место Тотарова? Я сегодня, я думал, ну сегодня я так хорошо поговорю, буду улыбаться. Вот. Из волчков в течение лета вырастает большое количество лодок поверх. Так не легче проймать. Тогда не будет волчков. Они сильно загущают крону, отбирают много сил. Благодаря их обрезке, то есть пиральское, лечил дерево, получил десятки лосков. Вот. Теперь их отрезаем, чтобы не было подопрасывания расходовались вещества. Все пойдет на формирование будущего рода. Ага, осенью обрезал. Какой чертой рода? И вот это страшная вещь, я говорю, зверейная технология. Вот это. Все, прохожу. Не могу я это видеть. А, фотографию делал вчера. Я сейчас какое-то время фотоаппарат, тот успели украсть, или потерял, а этот фотограф второй без этого, без даты. Пока не знаю, как настроить. Вот видите, моя груша, да? Ну, а зачем ее резать? Она там чашу делает. Еще раз, груши чашу делают сами. Ну, вот, пожалуйста. Слева чашу делает сама. Че ехались? Вот. Пару слов. Еще раз. Это билокационные рамки. Это билокационные рамки. Делается легко. Вот. А я еще раз говорю, сделали рамки и спасите родных и близких. Это не пустяк. Это все очень важно. Вот они, мои рамки. Одно, две. Одно возьму. Вот оно, видите? Вот он, сихом вот это, или как он называется? Путляр от ручки. Вот. Чтобы не зажимать пальцами. Вращается легко. Это, да, настало мало тех, у кого биополия. Два, три, четыре метра. Это готовая экстрасенсия. То есть, они могут работать не экстрасенсия, а белокатовщики. Вот. Они могут легко работать. И небольшое время, чтобы умереть их горизонтальную плоскость была. Вот. Тогда она, ну как бы сказать, самая четкая, когда горизонтальная. А при движении, да, приноровиться, потренироваться. Сейчас два вы готовы к локации. И потом удивитесь, подходите к этому месту, смотрите, что будет. Вот что будет. Наружу пошла. Подходите к человеку, метр два, три. Смотри, ё-моё, подошли в плоскость. Плотную. Она не шевелится. У всех биополий нет. Караул. Он беззащитен. Беззащитен перед излучениями техногенными. Он беззащитен перед этим самым солнечным излучением, перед космическим. Которые широкий спектр имеет часть из этих спектра, а не губительны для людей. Вот. Эти самые диапатротативные зоны беззащитны. Ну, я вас умоляю, спасайте своих родных. Это так просто. Ведь, когда я начинал, я мерил биополе в метр и больше. Я мерил столько садоводов. Получалось примерно 50%. У всех, которые в саду, у них уже большой биополе. Вот. Умоляю, 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 умоляю. И только один случай был, когда мне что? Человек пришел, подоградил, поблагодарил. Сказал, что он все делает уже сам. До родных он это делает. Потом, не знаю, стойте, начинайте. Это что-то было. Где-то тут у меня лежало это. Где-то тут у меня лежал маятник. А, вот он. Значит, поднотереете, возьмете за маятник. Вот. Любая гайка. Так. Работать с людьми, ставить предварительный диагноз. Это очень важно. Найдете место, где маятник неподвижный. Вот. Грудные позвонки, шейные позвонки. Вот. Вплоть до хвостовых позвонков. Вот там и человеку это лечите. Надо сделать так, чтобы там, где маятник не движется. Он обязательно будет двигаться. Над головой будет двигаться. Вот. Но. Если голова нормально активно. А потом уже думайте, что делать дальше. И в большей части, обыкновенной, я вам рассказывал, влияние холодной воды, горячей воды. Вы можете до старости сохранять здоровье даже без лекарств. Еще раз говорю. То, что принимают за болезни, это так же, как у деревьев. Увидели ветки. Причина совсем в другом месте. Так и тут. Зажатие позвонков, зажатие нервных волокон между позвонками дает сбой в работе почек, печени, желчного пузыря, этих самых желез. Все что угодно. Пожалуйста, поучите сработать маятников. Так. Определяйте, где зажато, а дальше пальчиками. А это приходит, эти пальчики, это приходит с этим, со временем. Вот. Достроились, почувствуйте. Сделайте, перед тем, приближаться к человеку, у которого проблемы, сделайте специальную зарядку. Все, все эти сочинения, вращайте. Ноги, руки, тазом, шея, все. Понимаете, я уже чуть не сказал, ушами все видят. В общем, я пошутил. Вот. И вы сможете сделать огромное дело. Огромное. Вот. Продить людям жизнь. Как главное, найдите, где у вас квартира, гипотокинная зона. Все. Сейчас я проговорил час с копейками. И мне нужно пойти налить свежий чай. А потом продолжим. Тут второй час уже ближе к телу, как говорится. Я быстро, а то к чаю подогреваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА